Всем добрый день! Смотрите, какую классную полочку мне прикрутил муж. Я сюда хочу сложить свою коллекцию пинцетов. О, идеально! И вон те пинцетики. Сейчас буду делать новый закуп материалов. Покажу, на каких пинцетах я остановилась. Потому что это была пробная партия. И хочу дозаказать, чтобы в большом количестве наличия у меня было. Муж идет на улицу. У него сегодня выходной. И делать фары ты идешь делать. Сегодня мы убирались вместе. Вот эта вот подставка, которую я забрала со студии. Она идеально вписалась в этот стол. Ее так сбоку ставить. И она, в принципе, не мешает. Можно будет сюда, допустим, сложить какие-то тетради, записи. Также мне еще нужно будет снять контент для моих пинцетов. У меня есть такие линзы. Я вроде их показывала. Такую макролинзу. Маленькая. Фоткать удобнее. Но качество съемки у нее не такое классное, как у большой. Здесь есть защитный чехол. Здесь вот такая еще линза. В общем, давно я вот этой маленькой не пользовалась. Потому что на ВБ я заказала такую большую. И она намного удобнее. Теперь я смогу снимать видео вот так, без штатива. И полочка великолепно вписалась. В принципе, классно. Мне нравится. Могу здесь снимать какие-то разговорные видосики. Кстати, мы хотим поменять шкаф. Вот этот на большой. Три метра высота и два метра длина. То есть, это достаточно большой шкаф. Они стоят очень дорого. И муж предложил собрать самостоятельно такой шкаф. Ну, посмотрим, что получится. У меня же падала камера. Я вчера рассказывала во влоге. Муж просто ее починил. Не без моей помощи, конечно же. Как мы починили камеру, мы взялись за объектив. И резко в разные стороны повернули. И все. В принципе, и он стал заходить. Он упал, видимо. Повредились вот эти вот штуки. Выглядит примерно объектив в открытом виде. И он раскрылся при падении. Стал вот таким. И он не закрывался. Мы, соответственно, вот этот объектив сжали. И он, короче, стал закрываться. В интернете мы смотрели, как починить объектив. И там все писали, что нужно просто поменять объектив. Объектив стоит, как сама камера. В принципе, и смысла я в этом не вижу. Эту камеру я люблю, обожаю. Ей уже около 8 лет. Сейчас я буду фотографировать все. Отправлять своему поставщику. Кстати, нам пришел увлажнитель воздуха. Надо будет его забрать сегодня. И мы поедем разводить заказы. По Тюмени своим знакомым лошмейкерам, тем девочкам, которые учились у меня, я доставку делаю бесплатно. А всем остальным где-то 200-300 рублей. Также можно доставку на Авито. Заказать. Уборовалась на рабочем столе. Вот такая вот красотища. Сумка у меня чисто для доставки пинцетов. Я положила туда пакеты, в которые буду упаковывать пинцеты, ресницы. Здесь у меня тетрадочки записные, ноутбук. Сейчас я состава еще протеру. И все. Заказ я сделала. Жду, пока мне вышлют на оплату квитанцию. Да, это называется так. Я думала, что у меня будет недоношенный ребенок. Во втором триместре тоже думала. Думаю, главное пересечь черту 28 недель. Потом я думала, главное додержаться до 33 недель. Потом я думала, главное сейчас продержаться до 37. Сейчас 38 недель. И я сейчас думаю, что я буду перенашивать. Не знаю, с чем это связано. Мне кажется, я в 41, либо в 42 недели рожу. Потому что никаких предвестников родов в данный момент нет. Если не считать слизистую пробку. Но слизистая пробка это не показатель того, что ты сегодня или завтра родишь. Сейчас намного сложнее мне ходить, передвигаться по дому. На улицу я практически не выхожу. Только с мужем. И только если на машине. Мы можем, конечно, прогуляться до магазина, до ближайшего. Но потом у меня поясница вообще отказывает. А бандаж, который спасал от боли в спине. То есть он поддерживает спину, поясницу. Сейчас его носить нельзя. Для того, чтобы гравитация помогла ребенку спускаться вниз. Мне еще не нравится, что поставщик пишет постоянно на английском языке. Нужно заходить в переводчик и это все переводить. Что в итоге я этим хотела сказать? То, что перенашивать тоже сложно. И сейчас у меня достаточно миниатюрный животик. Я просто смотрю фоточки других беременных женщин. И у них такие животики огромные уже на моем сроке. Но у меня прикрепление к задней стенке. Соответственно, животик маленький. У кого к передней стенке, у того, естественно, большой. Вот, и каждую ночь просто мне так тяжело вставать. Я с такими охами-ахами встаю. То есть нужно перевалиться на бок. Потом себя как-то поднять. А спим мы с мужем раздельно. Я с такими охами-ахами встаю. Иду до туалета. И так каждые два часа. Классно, что у меня есть такой заботливый муж. Такой заботливый человек. И уверена, что все пройдет более чем хорошо. Будем надеяться. Врач мне ничего не пишет. Который из платной больницы. Из бесплатной больницы мне уже несколько раз позвонили. Спросили, родила я или нет. Я сейчас в таком интересном здании приехала в доставку делать. Пинцет. Муж пошел. Зашел в умой. Мы сегодня без ужина. За 6 вечера. Ну да, если встаешь в обед, то, конечно... Вернее, это не ужин. Это наш обед. И он пошел. Зашел в умой. Надо будет его найти. Что-то я зашла с другого входа. Выхожу с совершенно другого. Непонятно, где он. Забрали те пинцеты, на которые я вообще не рассчитывала. Я думала, эти пинцеты никому не понравятся. Но на пробу возьму небольшую партию. В итоге все пинцеты одной формы забрали сразу. Особенно с лазерным напылением. Поэтому в этот раз я заказала достаточно большую партию. И что интересно, я заказываю... Все думают почему-то, что я в Китае заказываю. Но нет. Это Пакистан. И в Пакистане доставка очень большая. С Пакистана до Москвы. И потом еще нужно платить с Москвы до Тюмени. Жду мужа. Очень сильно хочу кушать. Сегодня мы, кстати, нашли домашний сок. Который делает сама мама Алексея из яблок. Которые растут у них в огороде. И безумно вкусно. Эту банку трехлитровую мы нечаянно сегодня нашли. Вообще соки она крутит в очень-очень большом количестве. Мы выпиваем их где-то за лето и чуть-чуть осени. И сейчас у нас сегодня такое хорошее настроение утром было. Что мы нашли домашний натуральный сок. Он, конечно же, отличается по вкусу от... Даже яблоки по вкусу отличаются от яблок, которые ты берешь в магазине. У нас есть соковыжималка. И, допустим, если мы сделаем сок из... Мужа нету, а машина заводится сама. Если мы сделаем сок из яблок магазинных, то это совершенно другой вкус. А это, конечно, вообще... Он еще концентрированный. Мы его разбавляем 50 на 50 с водой. Это моя любовь. Сейчас мы будем кушать шаурму вместе с этим соком. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!